Друзья, всем привет! Сегодня полезные советы и секретные приспособления. Поехали! Отличный совет при ремонте и отделке. Выливая грунтовку или краску с ведра в кувету, сразу пачкается ведро, и когда закроете крышку, это все засохнет, и потом уже не оторвать. Плюс вся банка измажется, и стопудов руки вы запачкаете. Чтобы этого избежать, возьмите скотч или малярную ленту и приклейте по краям ведра, образуя угол с края. Таким образом, наливая смесь, вы запачкаете только угол. Скотч можно быстро снять, и края ведра останутся сухими и чистыми. И ведерко спокойно можно будет закрыть и открыть без всяких проблем. Если вы обрабатываете сначала поверхность кистью, а потом валиком, а потом снова кистью, то чтобы она не засохла, возьмите небольшой герметичный пакет и убирайте кисть вовнутрь. И таким образом, как кисть была влажная, так она и останется, даже если оставлять на сутки двое-трое, и потом смело можно доставать и продолжать работу. Вот вам интересный лайфхак. Закручивая саморез в древесину, особенно около края, есть шанс тупо расколоть заготовку. Вот как пример я вкрутил сотый саморез. Чтобы повторить процедуру и не расколоть доску, то нужно отрезать, отпилить или откусить край самореза. Таким образом, вкручивая его снова в доску, доска уже не расколется. Попробуйте сами и удивитесь, что это реально работает. У меня частный дом и бывают отрубают электричество, особенно зимой. В этом случае выручают генератор. И вот небольшой лайфхак, как быстро запитать его к дому. Я использую толстый кабель с сечением 3х2,5 квадрата. По краям две вилки. Заводим генератор и вставляем первую вилку. Далее в доме обязательно, друзья, обязательно отключаем входной автомат. И вставляем вторую вилку в розетку. Далее включаю ток на генераторе. И вуаля, свет появился. Все розетки также работают. И гена нормально тянет, даже станки в 230 вольт. У меня генератор Enforce GL3000 на 3 киловатта. Компактный корпус и малый вес, около 50 килограмм, делают генератор мобильным. Имеется ручка для удобного перемещения. Большой топливный бак на 15 литров. И сам аппарат легко обслуживать, ведь все элементы на виду. Отличный генератор для личных подсобных нужд, где нет тока. Особенно на строительном объекте. Гена мне понравился, и для ознакомления ссылку оставлю под видео. Если есть необходимость измерить рулеткой расстояние до стены и получить прям точный размер, то возьмите обычную игральную карту или визитку и канцелярский зажим. Закрепите его на рулетке, и прижав к стене, вы получите размер вплоть до миллиметров. Бывает такое, нужно забить шкант. Топик, кто как его называет. Но отверстие разбито, и шкант болтается. Для наглядности я разрежу брусок, и покажу как это выглядит. И чтобы шкант сел плотнее, берем канцелярский нож, и по центру делаем небольшой надрез. Далее нужно изготовить маленький клин. И теперь, вставляя в отверстие и подбивая молотком, наш чоп сидит намного плотнее. В домашнем хозяйстве часто наполняешь бочки для полива, ведь растениям приятнее теплая вода. И кидая шланг в бочку, и включая воду, он часто выскальзывает, и приходится аж метра два заталкивать в бочку. Чтобы этого избежать, возьмите кусок проволоки, или как я в данном случае, старый электрод. Вставьте в шланг и согните крючком. И теперь шланг никуда не денется. Ну а чтобы издалека наблюдать и следить за уровнем воды в бочке, можно закинуть пластиковую бутылку. И занимаясь своими делами, и поглядывая издалека, ты всегда будешь знать, в какой момент надо отключать воду. Сматывая инструмент в мастерской, всегда есть проблема, как зафиксировать вилку. То на узел завязать, то ли зажать ее где-нибудь, ведь при переноске она чаще всего вылетает, и болтается весь провод. Как ни странно, на вилке есть отверстие. С помощью него вилка и фиксируется на проводе. Но если кабель сильно толстый, то аккуратно, без фанатизма, можно чуть расширить отверстие. Только расширяйте в свободную сторону, а не в сторону вилки. И теперь спокойно крепится вилка прямо на проводе. У меня есть органайзер, стеллаж из бутылок. Тема крутая, удобная и бесплатная. Но когда строишь дом, крепежа много. И двухлитровой бутылки, ой как не хватает. Поэтому, друзья, не выбрасывайте пятилитровые баклажки. На бутылке сразу клею малярный скотч и подписываю крепеж. Это удобно, и не надо потом примиряться, искать какой-то определенный саморез, а сходу можно найти необходимую длину. И к тому же, при замене крепежа, новый кусок малярной ленты наклеить не проблема. И подписать заново. Далее, беру канцелярский нож и вырезаю вверху отверстие, чтобы спокойно ныряла туда моя рука. Делаю это со всеми бутылками и сортирую саморезы. Таким образом, и подвесить можно баклаху, и удобно хранить на полке, и удобно брать с собой на объект, и переносить, и перевозить. Я таким образом разобрал кучу крепежа по своим местам. Все подписано, все перед глазами. Удобное хранение, я уже это оценил, и многим рекомендую. А самое главное, практически бесплатно. Напишите, какие советы понравились больше всего, а какие нет и почему. Поставьте лайк, если видео было полезным, и подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем спасибо, добра, удачи, позитива. Всем пока-пока.